К этой встрече анапские футболисты готовились очень тщательно. Тренировки несколько раз в неделю, подбор основного состава, проработка тактики нападения. Результат не заставил себя ждать. Уже после первых минут игры Николай Олешко распечатывает ворота новороссийцев. Защитник ошибся, я как бы уже как чувство нападения прошел и забил. Занимаюсь я с 14 лет, с раннего вообще возраста, лет 6 если так. Детская еще играл, потом уже в 14-й более повыше. И так за Анапскую уже сыграю и до сих пор, по всей день. Первый тайм окончился со счетом 1-0 в пользу анапчан. Но самое интересное ждало болельщиков во втором тайме. Анапчане сменили тактику и увеличили скорость игры. Новороссийцы просто не успевали за нашими игроками. И уже в начале второго периода анапская команда забивает еще один гол в ворота противника. Чувствуя, что победа уходит, новороссийские футболисты стали допускать нарушения в игре. Но арбитры пресекли такое неспортивное поведение и назначили целую серию пенальти, которые анапчане успешно реализовали. Все попытки провести контратаки анапские спортсмены пресекли, не дав даже шанса приблизиться к нашим воротам. Итог игры закономерен. Все, что мы планировали, удалось сделать. С первых минут начали агрессивно, атаковали. Было больше моментов у нас. Забили в первом тайме один гол. Уже во втором периоде наше преимущество увеличилось. Забили еще 4 гола, выиграли 5-0. Очень понравилась последняя игра. Первая игра была, конечно, не такая активная. Но с каждой игрой у них все выше и выше уровень. Последняя игра, я еще повторюсь, очень обрадовалась таким счетом. Поэтому будем как можем помогать этой команде. Ну и участвовать в играх, соревнованиях. Будем следить, болеть. Эта победа принесла анапчанам выход в финал. Уже 20 января они будут бороться за победу с командами из Абрау-Дюрсо и станицы на Тухаевское. Руслан Душевский, Анапа-Регион.